добрый день дорогие друзья гости и подписчики канала так чуть давно я не показывал вам свои морковки показать есть что потому что некоторые из них были приобретены в спящем состоянии с некоторыми были проблемы и вот что на сегодняшний день у нас есть это все мои катасет умные их у меня 1 2 3 4 5 6 7 7 катасет умных и у меня есть один хизис сейчас более детально про каждый я расскажу так это мой джамбо паф вот из деток которые я брал вот в таком вот маленьком размере выжил только джамбо паф он еще не пересаживался ну что у него еще вот на зимовку он у меня не уходил вот у него еще с прошлого года есть два листика и вот нарастил вот такую вот морковку она немного больше предыдущей но все равно она маленькая по сравнению с моим пальцем как то так ну чувствует вроде себя нормально что-то нарастила такая у меня еще был маленький катасет он тенебросум он у меня почил с миром тоже в таком же размере вот у лил его наверное сильно вот он не пережил моего ухода так дальше из самых маленьких на самом деле это была не маленькая морковка я просто довел до такого состояния вот что у меня осталось от моего моей фред кларки ары after dark бейкерс black hole начале весны в конце зимы начале весны вот нарастила вот такую морковочку маленькую и очень быстро листочки отпали ну вот у меня сохранился такой кейк она начала высыхать но дала ростик вот что-то вот так вот обрезал ей корни на мне где-то гнить начала да вот как-то она не пошла в рост ну вот теперь есть такой кейк будем надеяться он в принципе по размеру напоминает вот эту морковку в принципе я думаю что он вполне жизнеспособен я ожидаю что от этого вот кейка пойдет новая морковочка ну что-то удалось до этого у меня все морковки которые были в плачевном состоянии они просто загнибали усыхали и деток не давали а здесь вполне себе такая сформированная деточка вот я видел на канале цвета вас гербер вот тоже не какой-то там катасет он был из кейка вот похожая ситуация причем на верхушке бульбы она из этой бульбы вытащила все питательные вещества я так понимаю и она вот уже практически усохла но из нее ничего не вытекает она вот мирно так усыхает дает все силы и вот жду новых ростиков надеюсь надеюсь будут новые ростики она у меня так на влажном мху на кусочки пенопласта чтобы они загнила я только увлажняю сам мог сама бульба не касается не касается мха так следующее это у меня фред кларки ара after dark у меня их две просто after dark black pearl по моему это та которая чисто черная вот у нас в прошлом году выросла вот с какими двумя бульбами он мне пришел эту бульбу мы сформировали листочки отпали и вот пошел пошел новый ростик сейчас не поливаю она у меня полностью сухая стоит корни там старый есть мог как а чипсы пенопласт я сажаю вот во что что у меня остается я все смешиваю и в принципе очень хорошо сейчас тоже не поливаю полностью сухая стоит так а вот эти вот сейчас покажу вам это из новых те которые приехали зимой у меня было видео я вставлю в описании видео которое у меня было пришли мне три морковки сожалению у меня вот я помню что мне пришло но что из них что надо смотреть видео потому что только визуально по форме морковки по размеру по их величине я смогу их идентифицировать я точно помню там был джамбо паф большой сформированный опять же взрослая фред кларки ара автор дарк и gold gold какой-то там был тайвань gold по моему или taiwani red ну в общем такого у меня еще не это новенький если джамбо паф и фред карак кларки ара автор дарк у меня есть дубли но не маленьком размере то вот это взрослая хочу видеть их цветение уже надеюсь в этом году значит они пустили корешки их не поливал дело в том что я их посадил вот те которые у меня сидят вот как а чипсах можно видеть те пришли у меня на куске кокоса на бруске кокоса я их так туда и закрепил просто я не разрушал не размачивал кокосовый брусок я просто посадил в кока чипсы в общем я решил сажать в то во что сажал садовник который их выращивал до вот этого размера я так считаю если он садил в это значит они привыкли к такому субстрату и поэтому я ничего менять не буду то чтобы не травмировать растения и вот как то так вот но я думаю это taiwan gold у нас по моему он вот это он надо смотреть то видео когда их получил и тогда их смогу точно идентифицировать у меня есть карточки есть подписано ну забыл воткнуть и вот все перепуталась ну это taiwan gold я думаю так это у нас jumbo puff я тоже так думаю тоже у меня в кокосе вот у нас длинные корешки мы уже поливаемся такого то мне интересно почему я наверное в очень маленькие горшки посадил корни вот уже пошли но я думаю мне придется со временем его пересадить думаю в этот вегетационный сезон если он будет сильно перерастать такая проблема у меня корни растут по большей части вне горшка вот сейчас вам покажу то что точно знаю это фред кларкиара которая следующая будет у нее корней снаружи больше чем внутри горшка поэтому приходится их опрыскивать когда я замачиваю горшок мне приходится еще дополнительно опрыскивать и вот эти висячие корни которые вне горшка вот такая вот здоровая морквинка листочки у нас поливая ее уже полноценно удобряю с первых дней я начал удобрять когда уже корни достигли там 5-7 сантиметров я уже начал удобрять я правда не полную дозу даю ну то есть не по инструкции а половину развожу в половину концентрацию думаю джамба по потому что я точно помню что это это у нас черная фред кларкиара она была самой массивной и у нее было два две вот такие вот псевдобульбы вот она у меня посажена в мох да она пришла в мхи мох полностью там были ну то ли мох то ли корни поэтому посадил в мох вот она у меня тоже проросла и дала два ростика от каждой бульбы она дала мне по два по одному ростику вот одна бульба и так понимаю это это бульба бабка это мамка получается и бабка и мамка дали по такой тоже бывает вот причем это детка сидит чуть выше а это прям как надо сидит она уходит кстати видно следы максима розовые потому что изначально у меня мог когда еще его только посадил когда первый раз пролил покрылся плесенью я проливал его максимум плесень ушла мне лень обрабатывать мог изначально замачивать его фунгициде поэтому я уже по факту после посадки обрабатываю тоже уже такие здоровые листочки видно уже начинает формироваться псевдобульба я точно не знаю на каком жизненном этапе они цветут но я так смотрю у всех блогеров они цветут уже на на бульбе без листьев то есть уже в конце вегетационного сезона потому что некоторые кота сетумные я так вижу цветут когда только бульба начинает формироваться есть такие есть такие что цветут но корни меня конечно радует они здоровые но сидят с этой бульбой которая вполне в субстрате корни у нее растут как попало ну и у этой тоже растут как попало еще еще корешок лезть по ходу или это не корешок скорее всего корешок на цветонос не похоже так теперь у нас еще морковка прошлый раз эту морковку я показывал с листочками это у нас катасетум пилиатум вариации империал на на пьер курет что а вариации империал пьер курет вот у нас тут тоже за сезон вот это покупалась у нас одной псевдобульбой вот этой у нас формировала две псевдобульбы откормила вот но они трошечки больше не у меня нет свели видимо они еще не не того возраста чтобы цвести это понимаю и вот одна из них дала вот ростик у меня чего-то нападала же тут висячие сады не у меня в большинстве случаев они у меня висят подвесных корзинках или вот на таких вот подвесов как раз на южных окнах им очень нравится освещение главное конечно проверять периодически на наличие клеща и обрабатывать что клещ любит очень тонкие эти листики я же говорю я кормлю их при каждом поливе смотрю 2 псевдобульбы еще нет ни одного ростика ничего не наклюнулось ничего нигде нету а это вот тут засохшая изначально вот это старая самая старая псевдобульба дала ростик он засушился поэтому надо еще два ростика к плодовитая морковка хорошая вот у меня я так понимаю с морковками те которые мне приходили и я еще и улил их дополнительно у меня была проблема что они изначально мне такие приходили не толстые высохшие такие тонкие высохшие вот эти здоровые и зиму пережили и хорошо пережили я их держал прямо возле самого окна зимой то есть там температура могла падать и до 10 градусов и до 7 у нас тут были морозы минус 32 дни конечно но существенное похолодание было поэтому они выдержали вот такие вот морозные условия пилиатум это долго не сбрасывал листья он аж феврале их сбросил ну вот час апрель у нас такие вот прогрессы один ростик уже достижения так наконец мой хизис я тоже показывал его видео одном из это для меня совершенно новая морковка она у меня еще и еще полугода по моему нет или есть полгода но для меня это много вот пришла в таком состоянии вот ее старые вот эти морковочки они такие надутые упругие пришел мне кстати в мхе посадил его в мох вот мох у нас уже позеленел хизис очень любит полив поэтому я его не пересушиваю вот уже новые у него ростики вот видно но они они даже отличаются по цвету листвы и вот видно они еще не надулись и тут у некоторых из пазух идут то ли новые ростики то ли это будут цветоносы и так полагаю это будут цветоносы вот видно вот из пазухи молодой бульбы потому что я знаю хизис цветет это хизис лимин хей он цветет на несформированной бульбе а вот старая бульба и вот у нее идут новые ростики ну короче куча куча ростиков он растет во все стороны я не знаю какой стороны поворачивать ну слову со всех со всех концов лезут вот детки 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 и вот отращивает потихоньку корешки ой тоже идут корешки у новых бульб вот еще ростики в общем вот так сидит в чистом мхе опять же мог я не обрабатываю вот он зацвел пролил максимум цветение прекратилось корни начали развиваться поэтому я всегда опасаюсь грибковых заболеваний у меня погубили морковки мои предыдущие по большей части вот так вот 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 эта бульба она не сформирована еще молодая бульба будет расти надеюсь процветет в скором времени конечно же морковки мне безумно нравится как такой орхидейный вид вот катасет умные фред кларки ары и хизис тоже но это не хизис не катасет умные но все равно вот из-за того что не вот такие вот псевдобульбочки он им морковкой кажется поэтому я вы решил показать видео они просты в уходе у них вот есть четкие ритмы когда им надо засыпать когда надо сокращать полив вот это цвело надо сокращать полив кстати вот она старых псевдобульбах листочки постепенно постепенно и желтеют и в итоге будет вот такая вот бульбочка кстати это старая бульбочка и она упругая я по ней кстати вот понимаю когда мне пора вот когда я уже чуть-чуть подсушил и здесь я конечно стараюсь до этого не доводить я понимаю что я подсушил хизис по морщинкам на вот этих вот старых псевдобульбок морковок тоже точно также например если вот эта старая морковка сильно сморщивается то я его опрыскиваю и она набирает снова свою форму и очень очень просты в уходе главное вот выдержать паузу после того как листочки опали растение перешло в состояние покоя и когда ужин проклюнулся ростик его точно нельзя поливать иначе ростик загниет вот у меня это классика вот только полью все корни тю-тю и все еще и морковка старая может загнить поэтому я выжидаю момента когда новая уже ростик отрастить корни 5-7 сантиметров и начинаю поливать это важно и главное кормить их покушать они любят любят очень солнышко они у меня практически на прямом солнечном освещении плюс еще подсветка работает ну то есть с утра у нас как юго-запад поэтому не совсем юг с утра может быть мало солнца поэтому я включаю дополнительную подсветку потом выходит солнышко я отключаю подсветку и ну не как я таймеры включает вот такие вот дела и главное вот периодически обрабатывать от клещей потому что такая зараза только форточку откроешь ее каким-то ветерком принесет и все бульба перестает развиваться внутри сама вот эта розеточка начинает склеиваться и новых листочков не видно вот если у вас долгое время сидит вот в таком вот состоянии из изнутри не идут никакие листочки и при этом еще всегда бульба не сформирована и не формируется растение как бы замирает то вот причина скорее всего в паутином клеще поэтому я периодически обрабатываю при этом важно важно помнить что нельзя надолго чтобы скапливалась вода в центре розетки и в пазухах листьев поэтому надо их подобным образом переворачивать ставить на обдув на просушку потому что я сделал глупость я опрыскал флористином в прошлом году и поставил и у меня сразу все листики с не сформированной бульбы опали так я потерял одну из морковок хотел убить клеща убил не только клеща а еще и морковку ну вот такие вот у нас успехи в катасетумном царстве планирую еще себе приобрести катасетум хочу wine delight но пока его нет не возят почему-то хотя казалось бы сорт очень ходовой ну вот жду может садовники завезут завезут ну пока и с этими хватает забот так ну а на сегодня у меня все спасибо большое за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем хорошего дня и удачи во всем пока пока